Начинается сезон виноделий. Сегодня мы покажем, как мы делаем наше вино. И это будут первые этапы приготовления игристого вина по типу 15. Белое вино, первоначальные этапы абсолютно такие же, но у красного есть некоторые нюансы, о которых я скажу. Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем канале, посвященном виноградарству и виноделю. Зовут меня Светлана, я была по образованию, виноградарь и винодел по призванию. С нами все это понятно и доступно. Первое, что мы сделали, это собрали и перебрали виноград. Перебираем обязательно и все гнилые порченные ягоды удаляем. Дальше обираем ягоды из гремни и дробим, но мы сегодня будем использовать дробилку. Итак, вот наша дробилка, брали ее из гремни-отделителя, потому что так проще и быстрее. Чистая дробилка можно и, как говорится, ручками-ножками подробить. Сюда еще можно устанавливать бункер, но мы пока решили сэкономить. Бункер не ставить. Загружаю виноград, загружаю ручками, потому что высоковато, мне неудобно сюда поднимать корзину, высыпать корзину тяжелую. Так, ну загрузили, все, подоградим, подоградим. Процесс пошел. Мне кажется, что я не в той стороне. Попка! Попка! Даша, Даша, туда не надо, яги, яги, давай сюда. Так, сейчас мы перенастроим камеру. Давай, маме. Мам, я тут. Угу. Ну, давай, помогай. Видите, а тут еще и помощники. Так, молодец. Еще даешь грозточку? Давай. Вот умничка. Вот молодец. Какую-то одну ягодку плохую я выпустила. Так, умничка. Ну, загружать надо понемногу, потому что как-то помногу она не хочет. Поэтому я думаю, что и бункер хорошо, что мы не взяли, потому что смысла в нем нету. Конечно, конструкция не идеальна, есть нюансы, да, где-то заедает, где-то вот застревает, где-то и туда гребни попадают. Но все равно это очень сильно облегчает нашу работу, очень сильно уменьшает временные затраты. Еще, что касается белой ягоды, белую ягоду желательно охладеть. Тогда она будет меньше подвержена процессу окисления. Ну, мы не охлаждали, но нет у нас на это время и возможностей. Сейчас жарко, тепло. Если снимать ягоду рано утром, она будет мокрая, она будет в России. Поэтому какая есть ягода, такая есть, такой и будем работать. Вот что у нас получилось. Теперь замеряем параметры сусла. Если вы делаете просто вино и у вас нет никаких приборов, то в принципе можно без них обойтись. Но если мы хотим сделать игристое по типу 15, то нам надо понимать, какой у нас первоначальный сахар. И у нас он первоначальный с 17,5. В общем-то, очень хорошо. То, что нам нужно. И второй параметр, который мы измеряем, это PH. Тоже он нужен не всем, но в зависимости от PH мы понимаем, как нам с этим суслом работать. Если он очень высокий, в таком случае с таким суслом надо работать очень аккуратно. Ну а если он низкий, мы понимаем, что у нас сусло кислое. PH-метр, если вы используете вот такой по типу, как у меня, обязательно его калибруйте перед употреблением, хотя бы в начале сезона. И еще, что важно, храните его с облажным электродом. Итак, у нас PH получается 3,1. Ну, на самом деле, очень хорошая цифра. Прямо, я бы сказала, идеальная. Для белых от 2,9 до 3,2. Даже 3,2 это такой будет высоковатый. Для красных от 3,1 до 3,3 это идеальные параметры. Те, кто использует серу в виноделе, им PH надо знать обязательно, потому что в зависимости от PH и будет уноситься необходимое количество серы. Итак, смотрите, мы все подробили. Теперь, какие могут быть варианты? Первый вариант это так называемая холодная мацераса. То есть, когда мы наставим наше белое сусло на шкурках примерно 12 часов при прохладной температуре. В это время мы можем добавить фермент, чтобы у нас все это хорошо отделялся сок. Если вы фермент не добавите, а хотите просто сделать холодную мацерасу, я вам так делать не советую. Потому что в домашних условиях вот это потом отпрессовать, все равно эти пиксиновые вещества, все это будет забивать пресс, забивать фильтровальные ткани. И выход сока будет маленький. Поэтому так не делайте. На всякий случай, если вдруг вы хотите делать вино по-белому, да, и вы не хотите использовать фермент, вы хотите вот чисто белую классическую технологию, присуйте прямо сразу гроздями. Так сокоотделение будет лучше. Мы же будем использовать фермент, попробуем его использовать в этом году. И почему? Потому что мы делаем пятна, мы делаем игристое вино, в котором пузырьки образуются, вот это брожение в бутылке идет за счет остаточных сахаров. То есть мы не добро заливаем в бутылке, он там дображивает. Соответственно, либо нам надо там постоянно думать, как осветлить это сусло, бывает мы не успеваем, и уже весь сахар уходит. Либо мы заливаем его мутное, соответственно, у нас напиток мутный, либо много осадков в бутылке. Это неудобно, это неэстетично, потом этот осадок надо снимать. Можно, конечно, это делать, мы это делали, но решили попробовать по-другому. Тем более, повторю еще раз, основная причина, сейчас еще тепло, брожение идет быстро. И бывает, что мы не успеваем осветлить сусло, а уже сахара нет. Поэтому мы будем использовать фермент именно для этой конкретной цели, для того, чтобы у нас сусло быстрее осветлилось. И сейчас я специально отбираю стаканчик, в котором я этот самый фермент разведу. Смотрите, если вы фермент не хотите использовать, у вас его нет, у вас нет прессов и так далее. Что можно делать? Можно делать белое вино по красному способу, но при этом не очень долго держать на мезге, и тогда у вас получится легкое, приятное вино. В таком случае, что мы делаем? Мы запускаем брожение и желательно запустить его закваской. Чем быстрее сусло забродит, тем лучше, тем оно будет более защищено от всяких негативных факторов. И смотрите, как только у нас поднялась шапка, как только мы увидели, что у нас не такая вот желеечная масса, а вот шкурки и отдельный сок, все, тогда можно снимать с мезги и уже ставить, дображивать сам сок. Смотрите, мы брожение тоже запустим, собираемся снять с мезги буквально завтра, но надеемся, что процесс пойдет, и опять же, злобным и вредным микроорганизмам дрожи будут мешать своей жизнедеятельностью. Так что сейчас я вношу закваску, по закваске есть отдельный ролик, ссылку на него я вам оставлю. Еще убедительная просьба тех, кому кажется, что я не так дышу, у кого там есть какие-то фантазии, оставить свои фантазии при себе и ровно так же, если кого-то раздражать то, как я говорю, или как я дышу, ну попить и валерьянки. Потому что я все это делаю в попыхах, да, мне надо быстро сделать это, мне надо заниматься домашними делами, я еще снимаю для вас видео. Поэтому да, я делаю в попыхах и уж простите, дышу как дышу. Так, это все разболтали, сейчас я внесу фермент, сюда я внесла фермент, 0,2 грамма, для ферментов нам надо микровесы, хорошенько растворила и влила в общее сусло. Друзья, можно работать без закваски, можно работать без приборов, но поймите, что все эти вещи, они очень сильно облегчают вам жизнь. И если мы понимаем, да, что тот же паш у нас, например, слишком высокий, такое бывает, значит, ну, хотите, можно работать без серы, но надо быть очень аккуратным. Если мы видим, что паш, наоборот, очень низкий, значит, такое сусло будет долго и тяжело бродить. В принципе, это нормально, но опять же, вы не будете волноваться, что ай-яй-яй, ваше сусло все бродит и бродит, у всех там через 10 дней отбродило, а ваше все еще. То есть это облегчает вам жизнь. Опять же, вы знаете, какой сахар, соответственно, вы понимаете, какой у вас в дальнейшем будет спирт. Если мы собираемся делать тигристое, то нам это знать обязательно, чтобы мы могли рассчитать, на каком остаточном сахаре закрыть бутылки. Можно, конечно, все делать на глаз, но тогда у нас получится, может, две ситуации. Ситуация номер один, когда у нас газация будет слишком маленькая, либо ситуация номер два, когда газация может быть в бутылке слишком большой, вплоть до разрыва бутылок. Поэтому вот эти вещи, они просто облегчают нам жизнь. Ночно так же, как ферменты, я вам объяснила, почему. Вы можете ими и не пользоваться. Еще я вам вначале сказала, что отдельные этапы для красного вина. На все, что я вам показала сегодня, то есть вот закваску добавили, фермент для красного не нужен, и все, оставили бродить. Потом через там сколько вы хотите дней, сколько вам нужно, да, сняли с мезги и поставили дображивать. Сколько красное держать на мезге, тоже вы мне всегда спрашиваете. А сколько мне держать? Столько, сколько вы хотите. Чем дольше вы держите, тем вино будет плотнее, насыщеннее и может быть даже грубее. Если у вас виноград вызрел хорошо, вызрела косточка, можете держать вот прям долго и получить такое ядреное вино. Если у вас виноград не очень дозрел, косточка не очень дозрела, все в шкурке видны травянистые, слышны травянистые ноты, тогда мы держим на мезге буквально чуть-чуть, вот чтобы у нас получилось хорошее сокоотделение. Все, больше не надо, потому что все эти травянистые неприятные ноты в ваше вино перейдут. То есть вы действуете по ситуации. Универсального рецепта здесь нет. Универсальный рецепт может быть только под какую-то конкретную ягоду, конкретной кондиции и конкретных пожеланий в результате. И последний на сегодня, но важнейший момент, пока же наше сусло еще не забродило, пока что закваска работать не начала, точнее начала, но еще не так быстро. И у нас идет контакт с воздухом. Нам этот контакт надо убрать. Самое простое, что мы делаем, берем пленку упаковочную. Ну, она же пищевая, просто пищевая уже руман, и она немножко тоньше, а эта упаковочная, она чуть потолще. Отрезаем, так, и теперь опускаем на сусло. Это мы делаем в случае, если вы будете делать холодную мацерацию, обязательно. Потому что сусло надо защищать. Красное вино, белое, неважно. Сделайте этот маленький шаг. Это защитит ваше вино, будущее, от негативных воздействий воздуха. Когда оно начнет бродить, уже ему это будет не страшно. Все здесь плотненько по краям, тоже воздух весь выгнали. Выгнали, выгнали. И пожелали нашему будущему вино удачи. И последний момент. При какой температуре все это держать? Смотрите, фермент работает при 15 градусах. Значит, если мы используем фермент, нам надо в 15 градусах занести. Если мы делаем светлое вино, то тоже желательно температура в районе градусов 15. Если мы делаем красное вино, либо мы хотим сделать даже белое вино, но более насыщенное, более грубоватое, то можно температуру сделать выше. Но для белого выше 20 нежелательно. Красное вплоть до 30. Свыше 30 уже плохо. Потому что дрожжам будет тяжело работать. Чем выше температура, тем экстракция танинов, вяжущих веществ, будет больше. Соответственно, опять же, в зависимости от того, что вы хотите, вы подбираете нужную температуру. Если у вас есть такая возможность. Если нет, значит будет так, как есть. Я говорила, что в нашем случае идеально, чтобы сосло стояло при 15 градусах. Но тянуть это все в подвал, в наш подвал, это было очень неудобно. И что мы сделали? Поскольку это был вечер, мы оставили все на улице, и ночь прохладная. И смотрите, я поставила нашу емкость в тазик с холодной водой. Понятно, что охлаждение может быть небольшое, потому что соприкосновение с водой не такое большое. Но тем не менее, все равно это несколько холоднее, чем если бы просто стояло. Тем более, что изначально сосло было довольно теплое, вечер был теплый. А так, вода у нас из скважины. Вода очень холодная, поэтому немножко мы температуру снизили. Вот ночь, она простояла в прохладе, ночь была не теплее 15 градусов. Ну, давайте залезем, посмотрим, что у нас тут происходит. Вот немножко видно под пленочкой, да, что начинаются бродили процессы. Это очень хорошо. Ну, повторяю, что я специально так делала, я специально запускала брожение. В принципе, его можно было бы не запускать. Но в таком случае, да, надо сосло подумать, как защитить. Можно, конечно, не защищать, да, просто поставить в прохладу, вот закрыть от воздуха. Но в таком случае, как бы, покоричневение, все-все, это может быть, мы от этого не застрахованы. Так, у нас прошло меньше, так мы видим, что наша пленка надулась, уже здесь шапка появилась. Ну, я объясняла, что все, мы сейчас будем все это снимать с мульки и прессовать. Конечно, идеально это делать в прохладном помещении, в прохладную погоду, в прохладный вечер. Но мы делаем тогда, когда у нас получается. Вот смотрите, отчеркнули часть сосла. Ну, судя по всему, фирма сработала, несмотря на то, что было довольно тепленько. Вот мы видим, вот здесь одни шкурки мякоти практически нету. При прессовании мы используем фильтровальные ткани. Так удобнее, так, опять же, сосла получается более чистое. Загружаем. Вот уже у нас там сок самотек. Вот, смотрите, как отжимается даже просто ручками. Вот у нас с ферментом. Если у вас фермента нету, а сосла несколько дней побродила, то, в принципе, получится почти такой же эффект. Если пресса нету, в таком случае корзинку заменяем на друшлаг. Ну, и тоже идеально используются какие-то ткани, лучше фильтровальные. Ну, через них, в принципе, как мы сейчас делаем. Все процедили. Ну, потом уже ручками дожали. Вот, смотрите, после фермента, вот как у нас вытекает сусло. Она уже достаточно прозрачная. Потом мы все это заливаем в бутыль. Мы закрываем пробкой с гидрозатвором. Если у вас ее нету, ну, тогда используйте, что есть. Например, перчатку. И ставим бродить вот того момента, пока брожение не остановится, пока затворы не выровняются. Но вначале я уже говорила, что мы будем делать тигристое вино по типу пятнат. В таком случае мы будем контролировать уровень остаточного сахара. И на определенном уровне все это будем разливать в бутылки. Ну, это будет вторая часть через пару недель. И обязательно вам это все покажем. И еще, поскольку следующую партию мы будем ставить через несколько дней, чтобы не лазить в бутыль, это будет неудобно, мы самое прессовое сусло собрали на закваску. В прессовом сусле дрожжей всегда больше. Вот она у нас несколько дней постоит и будет закваской для следующей партии. На этом я с вами прощаюсь. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под видео нажав кнопку еще будет ссылка на каталог наших сортов и награды и наши контакты. И до новых встреч! До новых встреч!